Всем привет! Сегодня мы будем кушать рожки под сыром. С яйцом жареным. Короче, рожки отварила, обжарила с яйцом и потом уже в конце сыра натерла. Тут у нас вчерашние огурчики, здесь у нас кулебяка-растегай, копченые крылышки и ветчина. Ваня любит ветчину, поэтому и крылышки Ваня все время просит, ну, изредка покупаем. Минералочка у нас. Запивать-то будем? Кстати, всем приятного аппетита, кто с нами кушает, и всем счастье, здоровье, и нам тоже. Ну, или хорошего просмотра. Да. Хорошего настроения за просмотром. Да. Вот так вот, сегодня я быстренько сбегала уже. Хорошего дня, хорошего вечера. Хорошего утра, у кого что. Давай будем кушать. Ты накладывай в тарелочку, или изобщей будешь? Давай, изобщей. Вау, смотрите, какой сыр. Прям тянется из угорода. О, тарелочку. Я маленько... Что-то я сегодня с утра встала. Ну, как с утра? Я сегодня вообще чего-то долго спала, опять. Ну, я реально устала. До часа. Ты что, обалдел до часа? Да, до часа. Пол двенадцати осталось. Пол двенадцати. Я уже в час была в Сбербанке. Какой-то я подвинул, что-то невинно нас-то. Это... Вот такая тарелочка малюсенькая. Малюси-пусенькая. Надеюсь, я это съем. Оформила возврат налога в мае месяце. Уже август месяц, он до сих пор ко мне не пришел. С покупки-то жилья. Захожу в этот личный кабинет на налогах. В госуслугах у меня стоит что-то должность. Пять копеек, пять копеек. Хотя я все оплатила. Мне дали квитанцию, а сразу же все заплатила. Не должала, мама. Сейчас смотрю, опять задолженность. Зашла в личный кабинет по налогам. Там вообще другая задолженность. Там вообще пятнадцать... Ой, двадцать копеек. Это вообще... Я быстренько давай оплатила. Вот сегодня квитанцию распечатала. И отдала им двадцать копеек. Порошка с жареным яйцом и сыром. Так. В общем... Проваливается еда. Сходила вот купила. Сегодня. Свеженькая. Клебоска. Ветчина. Не знаю, хочу попробовать, но я... Все ее не съем. Давай... Ну ладно, посмотрим. Может и съем. Это она у меня по-чурпизовски. Я ни разу не брала. А, сегодня вот решила попробовать взять. Не только... Ложит смачно. Угу. Смачно и вкусно. Котировки. Вкусно. Давайте сегодня сразу с вопросиком. Сейчас Ваня мне салфеточки, да? Так. Вопросик. Елена Кизельман. Огромнейший приветик. А интересно, какое самое любимое блюдо у вас у каждого? Вот прямо каждый день бы кушали. Вань. Крабовый салат. Угу. Угу. У тебя да. А ты что? Каждый день? Да. Я даже не знаю. Шубу думала. Нет, шубы нет. Она тяжелая. Ее каждый день не будешь кушать. Я ее бываю. Ему раз в полгода. Когда как, что-то по настроению. А вот шуб каждый день, мне кажется, ну вот я в роллы. Угу. А вот из салатов, вот если из салатов, луковый салат, который вот я делаю, вообще я обожаю его. Думаю, слабый. Мм. Луковый салат очень люблю. Он нежный, кисло-сладкий такой. Его когда кушаешь, он прям легонький, такой легонький. Ты хоть мясо поешь. Угу, сейчас. Очень вкусно. Я же, Ваня, телефон купила сегодня. Кнопочный. Опять. Только был с сенсором, теперь опять с кнопочным ходить. А потому что Ваня постоянно сидит в этом интернете. Мне уже это надоело. Его не дозовешься, не дослышишься, не докричишься. Чтоб не сидел, купила телефон, кнопочный. Ммм, теперь я буду в эту игру играть. Угу. Виталий, Зырянов, привет тебе огромный. Ваня, ты любишь макароны с котлеткой? Ммм, бывает езж. Бывает езж, но ты не любишь? Ммм. Я напосить на 50, на 50. А что ты больше любишь? Не любишь из этого, макароны или котлетки? Пожалуйста, котлетки. Не любишь? А с чем бы ты макароны тогда, вот если бы тебе представили? Сказали, вот что ты хочешь с макаронами? Сосиски. Так я думала. А сегодня думала, пить его сосисок, а потом думала, колбасы же я взяла. Зачем сосиски? Что ты больше любишь, колбасу или сосиски? Сосиски. Так что вот так, Виталий. Сачка. Пукарик. Огромный привет. Да. А здравствуйте. Хочется спросить у Вани, нравится ему снимать видео одному? Получается у него очень классно. Люблю смотреть видео, где он один. Так. Не знаю. Мне что-то не нравится, тоже одни снимаю. Мне нравится, когда мы все вместе. Есть о чем поболтать. Вопросики есть о чем. Вот тогда лучше на тарелочку. Между прочим, я тоже люблю, когда мы трое. Даже не двое. Когда я одна. Да я один. Мне нравится, когда мы трое снимаем. У нас даже как-то не то, чтобы не скучно у нас. Мы как-то разговариваем, общаемся, делимся, слышим вас, выслышите нас. Такие, как и мы есть. Много есть о чем поговорить. А как будто нам вдвоем не о чем поговорить, вот да? Ну, есть ли вдвоем. Ну. Ну, втроем еще больше. Просто когда у нас втроем, мне кажется, дополнение полное, мы друг друга дополняем, и мы все время что-нибудь доприкалываем с ржом. Да. И кольчики. Вот эта вот минералка, она такая вкусная. Но это у нас это, на работе у нас выдают. Ой, вообще не нравится. Так что не нравится. Ни мне не нравится, что я одна снимаюсь, ни Вани, ни Маши, никому из нас не нравится снимать одному. Мотоцикл. Наталья Лотоцкая. Огромнейший привет. Привет. Приятного аппетита. Спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, чем ты увлекаешься, что любишь смотреть больше всего? Какие животные тебе по нраву? Ну, мне нравится, по крайней мере, попугай. Попугай. Мне нравится. Попугай там повторяет за тобой. Поговорить можно с ними. Приучить, чтобы они могли уговорить, понимать. Можешь приучить. Можешь с ними общаться, когда ты, когда ты у мамы на работе. Одиноко не будет. Сейчас две кошки тебе одиноко? Они даже с ума не разговаривают. Они просто начинают тарать и по мне скакать. Ну, что сегодня мотоцикл до мотоцикля? Это что такое? В каждом... День байкеров, что ли? Да. А чем ты больше всего-то увлекаешься? Больше я увлекаюсь. Сижу там дома, книжки читаю. А когда раньше я выходила... Нет, ты увлекаешься играми, Ваня. Это раньше. Нет, это и сейчас. Я не увлекался раньше, нет, не увлекался. Игра у тебя на первом месте. А что ты смотришь? Любишь больше всего смотреть? А4? А4 и Лунтика. Мультик, Лунтик. Нет. Ты еще какую-то там смотришь передачу. У тебя вот... Ты подписался на канале на Ютубе. Ну, где там машинки чинят, да? Машинки чинят. Что-то там. Игрушечные. Игрушечные. Человек находит машинки. Игрушечные, железные. Их потом ремонтируют. Реставрируют полностью прям с нуля. Такие классные вещи получаются. Делаю. И какой-то у тебя там еще канал. Ты смотришь. Ванзай. И а ну-ка, давай-ка. Давно не выкладывали видео. А ну-ка, давай-ка. А ну-ка, давай-ка. Это про животных. Да. Которые как разговаривают. Но больше всего. Вот прям больше всего на первом месте. Из всех этих каналов. Какой? Мне кажется, А4. Ну, там бывает, когда выходит. Не чаще я смотрю Лунтика. А вот если в один день выйдет два, на двух каналах, на Лунтике и на А4 видео новое. Какое ты первое откроешь? А4. А у меня тебе говорю, А4, какой тут Лунтик. Светлана Кейн огромнейший привет. Манечка, приятного аппетита. Как же ты вкусно кушаешь. Вот тоже пишет. А ты имбирь не любишь. Мамочки, привет. Я в Челябинске. И у нас был дождь, а после жара. Это ты вопросик задавал в видео, и вот тебе ответили. Сандра, огромнейший тебе привет. Тоже пишет, что в следующий раз желательно видео снять с Дошираком. О, Ваня Доширак любит. Это вообще... Конечно, редко покупаем, да, но метко, как говорится. Редко метко. Зато и Диме просто все съедаю. Я покупаю, чтобы был, на всякий случай, там, знаете. А я съедаю его. Просто, да. А он вообще его. Ну, тебя вот, ишь, просят. Уже не только вот Сандра написала такой комментарий. Они просят, чтобы ты снял видео с Дошираком. Ты снимешь видео с Дошираком? Один? Один. Потому что я не хочу Доширака. Я хочу, но один не хочу. Да. Надо тогда подумать, может, что-нибудь я другое, а ты Доширак. Нет, просят тебя одного видео снять. Ой, прости ее. В общем, мы подумаем над этим предложением, да? Да. Да. Убор и мам, чтобы она со мной снялась. Уже не надо думать. Я угляду тебя одного, а ты, это, говоришь меня, да? Да. Кстати, Ваня, тебе еще писали в комментариях, помню, что надо, Ванечка, жевать пищу хорошо. А то ты торопишься, и ты заглатываешь. Ты прожевывай как следует. Пожевывай. Я уже полторец съел. Кушай. Вгру, вкусное блюдо. Какая-то мама болтала. Алина Аделина, огромнейший привет. Вопрос такой задает. Ну, Ваня уже ответил на этот вопрос, каких блогеров он больше смотрит или каналов. А я, вот я подсела на канал сейчас вот, не то чтобы подсела, а бывает иногда так посмотрю. Так вот я люблю маму Отвечника смотреть, но кто-то давно не смотрела. Я вообще сейчас в Ютубе мало сижу, очень редко. Но вот блогеров с Кореи нашла какой-то канал. Я даже еще не помню, как он называется точно и правильно, чтобы вам не соврать. Ты же раньше смотрела же их в Китае. Да, увы, они сейчас редко стали выкладывать видео, я не знаю почему. А раньше, да, вот я их очень часто смотрела, только видео выкладывается, сразу же смотрю. А еще сейчас подписалась на одну женщину, девушку, или она живет в Корее, у нее двое детей, девочка и муж кореец. И они вот видео снимают, у них там маленький садик, выходишь так с балкона, курицы у них прям. Я обалдела, как так можно? Там, ну, они в принципе даже на крыше выращивают огурцы, помидоры, ничего удивительного, шашлыки там жарят и все остальное. А у нас это не разрешено, а у них все это нормально, в норме, поэтому. У них просто интересно, они так рассказывают, как дети живут, как у них английский, на корейском разговаривают. Классно, я не помню, что за канал, потому что я вот буквально, может, неделю назад их нашла. В основном, вот, люблю Корею, в Корее кто живет, русские, они снимают. Она русская сама, она разговаривает на корейском. Видео вот такое, корейская, русская, но переводчик есть. Вот так вот. Анна Руденко, огромнейший привет, тоже пишет такой комментарий. Красавчик Ваня, если у меня будет сын, хочу, чтобы он был такой, как Ванюша. Татьяна, вы большая умничка, у вас чудесные дети, спасибо большое. Спасибо. Вопрос. Назовите одну вещь, которую вы хотели бы изменить в себе. Ой, в себе, да, во мне вопрос задают, ну, скорее всего, это неуверенность. Я хотела бы это в себе изменить, потому что я очень много в себе сомневаюсь, в своих силах. Я в тебя всегда подерживаюсь, да. Угу. Ну, у нас умничка. Да это понятно. Сколько преодолела. Преодолела. Нас воспитывала, всех выдерживала, когда мы были детьми, это ужас. Всех выдерживала. Да. Не знаю, мама, как ты всё нормально с мамой. Вот, смотрите, мама молодая. Мам, ты прикалываешь, что всё? Нет. Ты реально что-то? Да. Как выдерживала, у тебя прыщик, беру прыщик на твоей молоденькой бородке. Это. Я не уверена в своих силах. Вот мне надо сто раз убедиться в том, что я права, чтобы что-то сделать, чтобы решиться на какой-то шаг. Что вот я вот в голове это всё анализирую, всё это проверяю, всё это, а надо, а стоит, а не стоит. Есть люди, которые сразу же берут и делают, а потом думают о последствиях. А я сначала взвешиваю всё 555 раз. Это, какие могут быть последствия, стоит, не стоит, надо, не надо. И вот эта вот неуверенность, время-то у нас ограничено, жизнь-то у нас короткая. И вот я вот это вот прям не люблю себе. Качество. Квартиру в Тагиле я хотела давным-давно уже купить. Но мне дали пинок девчонки на работе. Ну, какой пинок? Они меня убедили в том, что, Таня, ты права, Таня, двигайся. Таня, молодец, у тебя всё получится. И после этого только я решила скупить квартиру. Да много таких вообще случаев, когда мне нужно, чтобы меня убедили, что я права. А потом только я делаю. Или, если не убеждают, то я должна сама убедиться в том, что я права, а потом только принимаю решение. Сколько у меня уже... Видите, если бы не уехала на север, у меня бы не было первой квартиры. Если бы не устроилась на работу в Тагилу, то у меня не было бы второй квартиры. Ну, короче, одно, второе, третье перетекают плавно в четвёртое. Вот так вот всё. Что-то мы даже этот не поели. Ты не хочешь? Не, не надо. Я тоже наелась. Дорогие друзья, мы наелись. Это тогда я оставлю тебе, Ваня, на вечер. Тут у нас с капустой и с луком с яйцом было. Вопросики ещё есть. Завтра будем снимать сладкий мукбанг. И кислый. Кисло-сладкий. Не знаю, может, просто только сладкий. Не знаю, посмотрим. В общем, так что завтра заходите к нам на канал. И всем будем рады. Спасибо, что посмотрели это видео от начала до конца. Поставили, надеюсь, лайк, написали комментарии. Задавайте вопросики. Будем отвечать обязательно. И всем пока-пока.